добрый вечер всем присутствующим как со звуком у нас вот ну хорошо у Валентина со звуком все хорошо Великий Устюг тоже хорошо замечательно итак дорогие друзья добрый вечер меня зовут Копылов Андрей и сегодня мы проводим с вами такую конференцию по проекту Генерис Клаб вот но особенно в Междуреченске конечно Таня столько плюсов наставила но это здорово Междуреченск очень близко от Новосибирска вот замечательно замечательно я я надеюсь что у всех хорошее настроение потому что пятница потому что мы очень здорово поработали всю эту неделю и сейчас мы поговорим с вами уже более серьезно о нашем проекте о продуктах наших технологиях о том что нас ждет какие перспективы поэтому давайте мы с вами сейчас настроимся на серьезный лад и так что такое генерис клаб генерис клаб это проект по сути это одна из составных частей большого холдинга в котором находится несколько компаний вот цель создания группы компаний генерис или холдинга генерис заключается прежде всего в разработке технологий и продуктов для продления жизни человека у нас очень амбициозная цель и на меньшие цели мы не согласны потому что считаем что все что как бы касается каких-то меньших задач это уже не интересно 21 веке надо решать глобальные глобальные задачи и самая самая мощная задача которая сегодня уже встает и дальше развиваться это конечно продление жизни всего нашего человечества вы знаете что в интернете есть несколько таких порталов частности есть такой портал россия стратегия 2045 это портал посвященный будущему человечества и созданию нового человека и вот наш проект мы двигаемся в этом направлении значит буквально несколько слов о том как проект создавался кем создавался вот ну знаете во первых кто я такой это для тех кто меня не знает многие конечно знают а вот мне 58 лет я являюсь врачом свое время я закончил новосибирский медицинский институт по специальности педиатрия вот я занимался многими так скажем специальностями и занимался серьезно наукой занимался в нескольких направлениях порядка шести лет я работал на кафедре гистологии эмбриологии вот меня это очень интересовало затем я перешел стал заниматься биохимией свертывания крови и диагностикой и терапии тромбозов диссертацию защитил как раз в этом направлении и свое время это было еще в советском союзе вот нами была создана небольшая группа такая научная группа которая сегодня по сути работа этой группы реализована в создании всероссийского гемостазиологического центра имени академика баркагана в городе барнауле то есть мы очень серьезно занимались как раз самыми серьезными вопросами жизни и смерти тромбозами диагностикой и лечением тромбозов ну и вот это вот до настоящего времени тоже конечно моя основная тема моей научной работы и в дальнейшем я работал я работал в академии медицинских наук институте клинической экспериментальной медицины затем порядка десяти лет я работал на кафедре педиатрии новосибирского медицинского института и там у меня была собственная лаборатория и последующие годы это занятия так скажем различными биотехнологиями натуральными продуктами фитотерапии частный медицинский центр принадлежащий в том числе и мне где мы начали заниматься очень серьезными вопросами генетики и я работал также в ряде биотехнологических компаний инновационных компаний в новосибирске которые занимались в сфере генетики и днк работали вот и вот проект генерис в переводе он означает он происходит это слово от слова генус в генетике это ген вообще это латинское слово которое обозначает род племя направление начало поэтому генерис это родительный падеж от этого слова так у светланы в коммертау не слышно ну давайте я прибавлю громкости вот вы мне как-то реагируете вот я надеюсь что сейчас будет лучше слышно и то есть проект генерис это проект посвященный созданию нового направления и главная наша цель как я уже говорил продление жизни человека поэтому кто в нем участвует кроме меня ну во первых цель создания этого проекта это цель глубоко личная это моя личная цель и цель моих друзей а друзья это выдающиеся ученые из ряда институтов крупнейших институтов новосибирского научного центра вот и как-то мы собрались три года назад и вот мы очень сильно захотели так сказать создать такой проект где мы можем не только по чужим программам что-то делать не только работать на государство допустим или там какие-то научные вопросы решать а именно поработать на собственную жизнь на продление собственной жизни вот поэтому цель проекта она очень такая личная и конечно мы тут же подумали о всех других людях если нам это надо поэтому почему это не нужно другим вот ну и изначально в проекте в проект вошли самые выдающиеся микробиологи вот которые работают у нас так скажем в Новосибирске в окрестностях новосибирска надо сказать что на сегодняшний день новосибирск является крупнейшим в мире центром микробиологии вирусологии у нас есть отдельный академгородок он называется наукоград кольцово где сосредоточены десятки институтов десятки инновационных компаний которые занимаются именно в этой области это огромная промзона мы сейчас называем промзона раньше это называлось всероссийский центр вирусологии микробиологии вектор ну представьте себе такие холмы березовые леса и вот огромная территория которая так сказать огорожена бетонным забором практически берлинская стена вот кто был в гдр когда-то в берлине или в западном берлине сигнализации с различными системами защиты воинская часть которая охраняет весь периметр внутри находится и так далее и так далее там внутренние дороги там сотни корпусов то есть это вот невероятно огромный такой мощный микробиологический центр который является на сегодня самым крупным в мире кроме того у нас есть еще ряд центров других под новосибирском и конечно в самом академгородке у нас находится в одном из институтов которые тоже участвуют в нашем проекте самая большая в мире коллекция микроорганизмов больше нигде такой нет вот и мы тоже очень этим гордимся и создавал эту коллекцию мой близкий друг на протяжении уже 30 лет это Владимир Евгеньевич Репин вот выдающийся микробиолог который так скажем активно в общем стоял можно сказать у истоков нашего проекта генерис ну кроме того у нас участвуют ученые главного нашего академгородка там ряд институтов в частности институт цитологии генетики он играет такую роль так скажем идеологическую роль в нашем проекте и нам помогает консультирует нас специалисты кроме того это главная наша база это нижняя лицовка есть такой у нас поселок где находится так называемая медицинская академия вот там сосредоточены главные институты сибирского отделения академии медицинских наук и наш главный институт это центр клинической экспериментальной медицины крупнейший институт в россии со своей клиникой со своими лабораториями много корпусов в разных местах в разных городах виварий и так далее и так далее и вот лаборатория нанотехнологии этого института является таким базовым учреждением для нашего проекта там у нас находится ученый совет нашего проекта вот и там по сути апробируются все наши разработки и кроме того идет изготовление некоторых так скажем компонентов для наших продуктов вот кроме того в нашем проекте участвуют ученые города томска вот города обнинска это очень тоже важный для нас город потому что свое время это был городом таким еще в советском союзе где были сосредоточены различные институты занимающиеся так скажем тематикой радиационной атомной тематикой сегодня это крупнейший биотехнологический центр и город Барнаул вот в определенной степени участвует город Москва также отдельные наши ученые из Москвы вот поэтому основание у нас очень серьезное и цель проекта я вам уже сказал значит мы выработали свою программу создание технологии продления жизни и вот направления основные направления сейчас покажу то есть это программа называется long life technologies по-английски потому что мы еще и работаем в принципе и апробируем свои продукты в Соединенных Штатах Америки у нас есть небольшая компания в штате Иллинойс в окрестностях Чикаго которая наши продукты немножко с другими названиями продвигает продает для частно практикующих врачей Соединенных Штатов Америки вот поэтому это для нас не столько знаете как бы особый такой финансовый резерв хотя в известной степени конечно тоже но главное это нам очень важно посмотреть как в Америке относятся к нашим разработкам и я вам должен сказать что очень хорошо очень классно там идет рост продаж и серьезные уже так сказать ученые в Америке в нескольких городах они наши продукты воспринимают ну просто на ура итак первое направление нашей программы это защита генотипа человека то есть продление жизни прежде всего зависит от состояния молекул ДНК в наших клетках если ДНК разрушаются медленно как можно меньше идет разрушение молекул ДНК мы живем дольше если ДНК разрушается быстро наша продолжительность жизни быстренько сокращается резко сокращается ну и соответственно чем более сохранна ДНК тем меньше мы болеем и наоборот да вот поэтому тема защита генотипа защита молекул информационных молекул ДНК является для нас главной поэтому она стоит на первом месте что нужно сделать чтобы защитить ДНК от разрушения это прежде всего вводить в клетку в наши клетки с вами определенные молекулы которые по данным современной науки действительно способствуют защите ДНК и достаточно активно защищают ДНК от разрушения различными агентами вот какие-то вещества мы достаточно уже много знаем об этом и конечно в наши продукты все эти вещества включены поэтому вот тема вот эта тема для нас является главной как вводить вещества в организм только через питание другого пути нет ну по крайней мере может быть вы мне предложите какой-то но я не знаю и соответственно мы выработали принцип генетически полезного питания то есть мы впервые в мире заявили с высокой трибуны в академгородке в новосибирском о том что для продления жизни необходимо создавать продукты генетически полезного питания или генетически полезные продукты то есть питание должно содержать такие вещества которые обязательно способствуют защите ДНК в определенной степени усиливают биосинтез ДНК активизируют работу стволовых клеток костного мозга и тем самым в общем то мы можем получить очень хорошее продление жизни в этом направлении Экспериментальные работы у нас давно ведутся и сегодня я могу сказать что на животных например мы можем активно от 20 до 40 процентов примерно продлевать жизнь животным вот с помощью определенных веществ определенных технологий вот ну и конечно почему бы это не использовать у людей понимаете то есть вот вы знаете что во многих лабораториях во многих странах мира тема продления жизни она активно ведется есть работы многих ученых например посвященных антиоксидантам есть работы другие которые именно касаются восстановления структур ДНК но направление в принципе вот оно такое общее это именно поддержание работоспособности молекул ДНК потому что ну это самая главная молекула кстати если мы ее вытянем распрямим и вытянем в линеечку то она составляет примерно около двух метров в длину в каждой нашей клетке такая молекула на которой записана информация это по сути компьютерная программа ну аналог компьютерной программы вот и на молекуле ДНК находится информация о всей жизни так скажем в наших мирах или во вселенной или вообще можно это говорить ну знаете даже даже слово трудно подобрать потому что если вот мы с вами например в микрос телескоп взглянем на наше небо то примерно вот как астрономы говорят это примерно 25 миллиардов солнц мы увидим вокруг земли то есть это то что можно увидеть глазами вокруг каждого солнца есть планетные системы вот сколько миров миров бесконечное множество поэтому ДНК является универсальным носителем жизни во всех этих мирах это абсолютно очевидный факт вот поэтому это главная молекула и если мы это не понимаем если мы думаем что наше здоровье зависит от чего-то другого то мы просто ну мягко выражаясь некомпетентны вот ну слава богу что так сказать новосибирские это хорошо понимают поэтому вот в нашем проекте мы уделяем этому главное значение и мы вырабатываем определенные стандарты кстати впервые в мире стандарты генетически полезных продуктов и вы на наших упаковках на наших продуктах увидите кстати первый в мире такой значок genetically good product то есть генетически полезный продукт такого еще никто в мире не делал вот нас конечно будут скоро очень сильно повторять я знаю даже в какой стране очень активно будут нас копировать но тем не менее то что я вам говорю это 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 впервые вот а второе направление нашей деятельности это вообще работа с питанием с клеточным питанием и соответственно питание человека надо рассматривать прежде всего как питание наших клеток не как так сказать свиноводство когда мы берем большую большую так сказать кастрюлю и начинаем потреблять так сказать вот эту вот еду сегодня мне вы знаете звонила женщина из одного города не буду называть как бы город вот у нее вес рост 55 сантиметров и вес порядка 170 килограммов вот и она говорила о том что как бы ей здоровье улучшить ну вы уже понимаете мой ответ вот то есть сегодня к сожалению большинство людей в большинстве стран мира занимается свиноводством они фактически выращивают из себя вот таких вот да понимаете да то есть едят и заплывают жиром человечество заплывает жиром вот и это приводит как раз к сокращению продолжительности жизни потому что это совершенно противоречит вообще всем концепциям здоровья и соответственно продления жизни вот главное это не главное в питании это обеспечение как раз работоспособности клетки а не вот это вот свиноводство это обжирание это ожирение тотальное которое почти во всех странах мира сегодня достигает уже характера эпидемии вот поэтому вот в нашем проекте мы много будем заниматься вообще питанием клетки это тем более актуально в связи с тем что из нашей жизни как вы знаете уходят натуральные продукты то что мы покупаем с вами в супермаркетах по большей части это ну так скажем условно съедобные продукты то есть это продукты которые в большинстве своем выращенные на различных химических добавках если это животные сейчас большая часть мяса например птицы или там животноводстве выращиваются с применением стимуляторов роста гормонов искусственных витаминов различных факторов очень неприятных и это тоже кстати грозит многими проблемами вот особенно ужасное мясо делают например в Европе и в Америке вот оно фактически уже не натуральное а продукты растеневодства вы знаете что тоже выращиваются с помощью различных технологий вот ну вопрос о ГМО он открыт пока до сих пор непонятно во что это выльется вредно это или не вредно но тем не менее мы знаем что огромная большая часть 90 с лишним процентов овощей фруктов там зерновых культур выращивается с помощью огромного количества минеральных удобрений пестицидов различных других ядохимикатов и так далее и так далее по большей части канцерогенов вот поэтому вот например по данным американских центров которые очень долгие годы за последние 20 лет например отслеживают например содержание полезных веществ растительной пищи так вот по данным американских центров за последние 20 лет количество содержания полезных веществ в растительных продуктах продуктов сельского хозяйства уменьшилось в 5 раз примерно уменьшилось вот то есть мы мы с вами обращаем внимание что мы покупаем невкусные фрукты какие-то вот они и выглядят даже странно но самое это главное то что мы чего мы не ощущаем это то что как правило мы покупаем крахмал который тоже идет на так скажем увеличение веса но мы не покупаем фрукты или овощи которые содержат реально полезные биологически активные вещества просто их там нет вот ну вот есть такая проблема поэтому будущее питание и да современное питание становится вредным и ведет к массе заболеваний а будущее питание заключается в создании функциональных продуктов абсолютно натуральных из натуральных по крайней мере компонентов генетически полезных компактных комплексных за счет новых биотехнологии эти продукты будут в маленьком объеме содержать в тысячи раз больше полезных веществ чем обычные так сказать продукты питания и мы в общем к этому идем и вот это питание будущего оно будет приближаться к питанию которое сегодня уже во многом апробировано например в космосе в космонавтике да питание например на международной космической станции вот и вот проект генерис мы у нас кстати есть среди наших друзей наших коллег партнеров есть ребята которые работают в академии космонавтики в свое время я сам использовал продукты для космонавтов и мне они очень нравятся я познакомился вот так судьба мне подарила такое знакомство с разработчиками таких продуктов поэтому во многом мы будем идти этим путем вот ну и много много чего в будущем нас ждет вот ну об этом вы еще узнаете вот в общем это наше очень важное направление третье направление деятельности проекта генерис это защита конечно клеток и днк от физических факторов которые нарастают во всем мире то есть это различные экологические факторы которые просто на слуху достаточно вспомнить то что творится например вот многие люди как бы когда-то об этом услышали и не обращают внимания но мы отслеживаем эти ситуации там все ухудшается вот через пару лет от радиации начнет начнутся проблемы в Соединенных Штатах Америки потому что Тихий океан неуклонно заражается радионуклидами то есть сегодня мы имеем ситуацию примерно полторы тысячи выброса полторы тысячи Чернобылей выброшено в Тихий океан вот и Япония абсолютно бросила эту тему они не знают что с этим делать вот гордыня превозобладала вот они не просят никакой помощи узнающих людей никого не пускают и сами по сути делают свою страну губят свою страну но не только свою губят океан губят течение идут в сторону скажем Америки в основном туда восточном направлении поэтому вот это один из примеров ну и везде во всем мире ситуация очень-очень грустная вот вы знаете в Новосибирске проходят разные экологические конференции приезжают люди со всего мира и по сути очень мало мест в мире осталось в силу их просто безлюдности например или в силу отсутствия каких-то промышленных предприятий вот такие места остались еще экологически чистые и вот кстати большая часть их в России находится то есть Россия оказалась таким источником например сегодня Россия занимает первое место по растительному сырью для оздоровительных целей то есть например Китай все китайские компании всю фитопродукцию покупают в России потому что в Китае практически нет своего растительного сырья его просто там нет его давно все там уничтожили вот у нас оно есть или например проблема с питьевой водой то же самое то есть практически чистая питьевая вода она в основном сегодня сосредоточена в таких вот отдаленных районах малолюдных и это тоже возникает проблема вот наши продукты они например очень хорошо выводят радионуклиды практически все наши продукты они ориентированы на борьбу с радиационным фоном это тоже очень важно ну вот следующее направление это работа с сознанием человека то есть мы предлагаем во-первых людям пользоваться научиться опять пользоваться сознанием потому что вы знаете что современный человек использует резервы своего мозга примерно всего на один полтора процента то есть условно говоря может быть это грубо звучит но современное население во всем мире оно мало вменяемое ну представьте вот у нас 800 граммов составляет вес мозга и мы пользуемся только там один полтора процента используем от этого колоссального резерва который нам подарила природа вот то есть люди вообще ничего не понимают более того в большинстве стран мира идет колоссальная деградация населения именно в умственном смысле вот а чтобы жить долго необходимо прямо противоположное необходимо развивать свое сознание необходимо идти в ногу со временем необходимо понимать куда движется человеческая цивилизация как развивается наука создаются и развиваются новые технологии и необходимо ставить перед собой цели цели разные цели любые пожалуйста любые ставьте цели цели в бизнесе цели в личной жизни цели там материальных каких-то аспектов цели в творческих достижениях и очень важно чтобы люди понимали сколько они хотят прожить в этом мире в этом мире в нашем мире то есть нужно ставить цели по так скажем продлению своей жизни сколько вы хотите жить активной жизнью не будучи не будучи так сказать обузы для других людей то есть в активном таком хорошем состоянии эти цели тоже надо понимать и ставить потому что это очень важно и сознание нам помогает понять тенденции и оно дает нам веру вы знаете вот за последние 150 лет продолжительность жизни увеличилась на земле примерно в два с половиной раза большинство людей этого не знает и люди живут как правило сегодняшним днем а многие вообще не понимают зачем они живут ну и массу людей конечно вы знаете у которых вообще непонятно что в голове тараканы гуси там я не знаю что или один сплошной негатив то есть такая замусоренность сознания колоссальная вот поэтому чтобы жить долго надо очистить свое сознание надо заниматься экологией собственных мыслей нужно вести обязательно здоровый образ жизни нам нужно духовно развиваться и нужно постоянно учиться получать новые знания неважно какие главное чтобы они были новыми чтобы у человека было стремление их получать вот это способствует продлению жизни ну а мы конечно в проекте генерис будем активно этому способствовать и более того в наших планах создавать индивидуальные программы продления жизни каждого человека с помощью уникальных технологий пятое направление нашей работы это микромир использование микромира потому что если взять все живое вот такой очевидный факт более 90 процентов живой биомассы на земле составляют микробы и говорить о каком-то здоровье и о продлении жизни без учета этого факта ну совершенно бессмысленно вот поэтому использование микромира мира микробов для продления жизни человека является самым перспективным вот собственно мы тоже этим занимаемся вот ну я не знаю насколько вы меня хорошо понимаете если не понимаете значит спросите вот это наши главные такие идеологические пункты устремления наша программа что мы уже сегодня в проекте генерис делаем и сделали что-то мы сделали ну на самом деле все только начинается и конечно мы начали с самого главного то есть генетически полезные продукты должны попадать в наш организм через систему пищеварения а что у нас происходит с системой пищеварения к сожалению большинства людей катастрофа полная катастрофа и практически сегодня если вы спросите у любого человека вы знаете сто процентов людей вам скажут что что-то у него временами хотя бы периодически возникает что-то что-то у него вот то где-то болит то что-то у него плохо переваривается то что-то еще он испытывает какие-то неприятные ощущения и то есть есть какие-то проблемы практически у всех людей и вот это носит такой всеобщий характер это есть везде неважно в какой стране мы живем в каком городе это есть у всего человечества вот потому что глобальные проблемы тема питания она глобальная знаете не важно там в России в Германии там еще где-то везде одно и то же на самом деле везде вот знаете я вот долго жил в Испании там жил в Италии во Франции в Германии особенно долго те же самые проблемы вот в Киеве жил на Украине кстати недалеко от площади независимости вот там сейчас творится всякое понимаете вот одно и то же одни и те же магазины одни и те же торговые марки одни и те же продукты одни и те же технологии одни и те же болезни везде абсолютно вот поэтому вот эта тема патологии состояния желудочно-кишечного тракта она очень важна и для того чтобы исправить в какой-то степени улучшить а мы можем в значительной степени улучшить работу желудочно-кишечного тракта потому что это по сути главный орган через именно через желудочно-кишечный тракт происходит так скажем доставка в организм всех веществ из которых собственно и строится наш организм и поддержание жизни происходит именно через желудочно-кишечный тракт прежде всего поэтому с этого мы начали и мы предложили принципиально новые подходы к этому значит они заключаются прежде всего в использовании новейших пробиотиков пробиотиков будущего вот я вам сейчас покажу очень симпатичные бактерии вот такие вот классные да это особая такая фотография с особой подсветкой но вот это пробиотики о которых будут говорить в будущем сейчас только мы с вами о них знаем через сто лет это будет настольный продукт у каждого человека вот что это такое вы видите такие толстенькие симпатичные палочки ну в общем они на палочки походят вот и кстати говоря многие из них делятся перетяжки на некоторых бактериях они дело в том что они постоянно делятся как только создаются условия для благоприятные для них они постоянно размножаются вот так вот наши ученые почти 40 лет работали над этими пробиотиками история открытия этих пробиотиков работа с ними она в общем очень такая интересная поучительная я иногда рассказываю сейчас я не буду сейчас рассказывать значит так вот спорообразующие пробиотики которые мы предлагаем как альтернативу тем пробиотикам которые нужны вот эти молочно-кислые бактерии они очень нам нужны но к сожалению сегодня у большинства людей молочно-кислые бифидом и лактобактерии находятся в кишечнике в угнетенном состоянии и то что продается в аптеках и в супермаркетах это не решает те продукты которые являются пробиотическими по крайней мере по названию они не решают проблему дисбактериоза или дисбиоза как сейчас говорят вот из-за чего из-за того что из-за вот этого глобального изменения питания из-за потребления ежедневного потребления продуктов с консервантами антибиотиками а сегодня большая часть например молочных продуктов во всех странах мира содержит антибиотики все мясо например особенно мясо птицы содержит антибиотики все другие продукты более-менее длительного хранения содержат консерванты которые по сути тоже являются угнетающие действуют на микрофлору кишечника короче говоря мы с вами вынуждены каждый день употреблять такие продукты которые приводят к деградации вот этой микрофлоры кишечника в нашем организме и не только ведь это микрофлора в кишечнике пробиотические бактерии у нас живут во всем организме в том числе на нашей коже везде они живут вот поэтому из-за вот этого питания из-за других факторов они не могут нормально размножаться и в этом кстати причина еще одна в том что в их биологии потому что вот они нуждаются в очень таких особых условиях если у вас гастрит у вас никогда не будет нормальной микрофлоры кишечника просто потому что в условиях наличия воспаления какого-либо в желудочно-кишечном тракте бифидом бактерий не могут размножаться если у вас там другой какой-то какая-то проблема то же самое вот поэтому жизнь заставила прийти к тому о чем я говорю то есть мы предлагаем пробиотики которые являются альтернативой совершенно необходимым для нашей жизни молочно-кислым бактериям вот которые должны нам обеспечивать пищеварение поддерживать наш иммунитет синтезировать витамины группы б блокировать патогенные микроорганизмы и так далее и так далее но вот они эту роль к сожалению не очень могут выполнять в силу вот определенных обстоятельств так вот спорообразующие бактерии рода бацилус спорообразующие пробиотики они как раз решают задачу вот эти прекрасные палочки они могут в тех условиях когда им не очень некомфортно они просто превращаются в споры то есть эти бактерии являются спорообразующими и когда мы с вами их употребляем в виде спор вот они в спорах совершенно спокойно проходят в наш организм кстати говоря соляная кислота желудка им не вредит в отличие от бифидум и лактобактерий и они на сто процентов проходят в наш кишечник в тонкий кишечник потом в толстый и так проходят по кишечнику а у нас кишечник если вы помните примерно шесть с половиной метров в длину нормальный такой да длина хорошая вот и они вот так проходят и уходят выход вы знаете где уходят в канализацию вот и и все хорошо и улучшают нам так сказать ситуацию с экологией вот дело в том что наши бактерии спорообразующие бактерии они в спорах не гибнут ни при каких обстоятельствах и они на сто процентов проходят в организм человека в то время когда вы пьете какой-нибудь бифидум кефир я сам люблю пить такие продукты но именно я понимаю головой понимаю что как бы бактерии это живые в меня не попадут вот мне это вкусно мне это вот приятно на языке так сказать вкусовые рецепторы у меня срабатывают но я знаю что в желудке у меня нормальная кислотность у меня желудок работает к сожалению 99 там процентов может быть почти 100 процентов этих полезных пробиотических бактерий они погибнут вот а вот спорообразующие пробиотики которые мы назвали фактор 5 опять же я вам схемку показывал вы поняли почему номер 5 потому что вот пятый фактор назвали они проходят на сто процентов в виде спор и дальше они оживают и начинают питаться и размножаться причем по скорости размножения равным нет вообще в природе не открыто других бактерий которые настолько быстро и активно размножаются и они двигаются по кишечнику и уходят постепенно из организма оставаясь в организме более чем на 30 дней вот это можете себе записать этот факт это давно доказанный факт вот при этом что происходит проходя по организму они не только в кишечнике они попадают в печень в поджелудочную железу в половые органы в другие органы в кровь стоком крови они находят попадают и в другие вообще практически во все так сказать самые отдаленные места нашего организма вот и вот они что делают каждая бактерия является биореактором они вырабатывают гигантское количество полезных биологически активных веществ каких прежде всего ферментов ферменты все известные науки протеазы липазы амилазы то есть ферменты которые расщепляют во первых очень хорошо расщепляют саму пищу которая там у нас есть и конечно расщепляют все что там у нас есть не переваренного всю эту грязь все эти остатки все эти там так называемые шлаки вот понимаете все это расщепляются и уходят из организма вот не пишите глупости по поводу каких-то токсинов ничего этого это не токсичные бактерии это штаммы которые 40 лет изучались и поэтому глупости я прошу вас не писать в чате вот никакой наоборот токсины из вас уходят из всех дырок вот и вы впервые видите что у вас появляется здоровый цвет кожи что у вас вообще так сказать все все меняется в организме действительно кроме того грязи уходят вы знаете у некоторых людей ну вот то что я отмечал это буквально за два месяца уходит до 15 килограммов примерно грязи вот если это грязь конечно была потому что вы знаете есть люди более менее так сказать такие субтильные не очень толстые а есть очень толстые и вот с огромным отвисшим животом в котором там не только сальник забитый жиром там кишечная стенка тоже то есть не кишечная брюшная стенка которая тоже толстый слой жира но там еще грязи в кишечнике у некоторых людей бывает до 30 килограммов грязи и вот эту грязь они всю эту помойку в себе носят вообще когда видите человека с большим животом на сто процентов вы должны быть уверены что у него очень много вот этого мусора там вот пища у таких людей не переваривается она гниет развиваются грибы рода кандида идет интоксикация таких людей на сто процентов развивается патология сердечно-сосудистой системы в виде гипертонии в виде ИБС и всяких других проблем у них на сто процентов поражается печень и у них конечно печень не работает и поэтому у них развивается атеросклероз потому что ферменты печени которые переваривают расщепляют холестерин они не работают их просто нет кроме того там нарушается углеводный обмен и у них развивается еще и сахарный диабет второго типа особенно второго типа я говорю именно вот о том диабете который возникает у тучных людей обычно где-то вот в зрелом возрасте вот ну и вот наши бактерии все это очищают отмывают мягко спокойно без всяких фашистских методов когда там знаете в концлагерях как делали пытали людей ведерную клизму делали у нас в некоторых медицинских центрах так делают мы в новосибирске против фашизма вообще вот поэтому не делайте так не надо пить вам ведрами растительное масло с разным там лимонным соком вот и не занимайтесь фашизмом значит мягко спокойно ну может вас немножко поколбасить немножко вы так сказать почувствуете где-то неприятные ощущения но вся эта грязь начнет у вас из вас выходить иногда может быть сыпь на теле даже пейте больше воды воды надо пить до трех литров чистой если почки у вас работают если есть проблема с почками ну так тут надо конечно индивидуально вот значит ферменты бактерии убирают эту грязь ферменты проникают в кровь растворяют тромбы и вот эта тема мне особенно близка потому что это доказанный факт не хотите проблем с инсультами инфарктами то есть наверное видели людей которые перенесли инсульты инфаркты и так далее вот мне очень много таких писем пишут вы знаете никому не пожелаю вообще как говорится врагу не пожелаю перенести такое вот такое состояние поэтому прием пробиотиков фактор 5 это профилактика инсультов инфарктов тромбозов венозной недостаточности геморроя и так далее и так далее всех ситуаций связанных с повышенным с повышенным с повышением свертываемости крови вот дальше они синтезируют факторы которые убирают всю инфекцию из вашего кишечника то есть никакая там уже не выживет дизентерийная палочка и от инфекции вы точно не умрете значит дальше они синтезируют факторы иммунитета и фактически мы выпускаем сегодня на мировой рынок новый класс веществ это иммунопродуценты запишите это название кроме как от меня вы ни от кого его не услышите не найдете нигде даже в интернете не найдете потому что это открытие новосибирское по сути это иммунопродуценты не надо путать с иммуномодуляторами да конечно иммуномодулирующим действием они обладают но самое главное бактерии просто напросто объясняют для непонятливых синтезируют факторы иммунитета понимаете что такое синтез образуют эти факторы вот и естественно иммунитет это важнейший фактор продления нашей жизни поэтому вот повышая иммунитет наш пробиотик защищает клетку от проникновения например вирусов и а вирус цель вируса это днк вот мы говорим о генетически полезном питании вот пожалуйста вот вам на уровне уже пробиотиков мы получаем эксклюзивный такой продукт который защищает наши молекулы днк от проникновения вирусов за счет активации иммунитета и выработки в организме вот таких противовирусных и других факторов вот защищающих от патогенных различных микробов и так далее вот дальше они вырабатывают витамины группы В причем в очень больших количествах а эти витамины они прежде всего что нужно обеспечивать окислительные восстановительные реакции значит у вас начинает работать сердце по-другому у многих кстати уходят аритмии уходят какие-то там симптомы неприятные вот печень работает начинает работать по-другому вот печень она не может без витаминов группы В головной мозг вы знаете некоторым людям которые у нас как-то тяжело все понимают мы им рекомендуем пропить пробиотик после этого у них в голове проясняется это реально это не юмор это вот я вам говорю реальный факт то есть человек у него там проблемы были с памятью и так далее вот реально совершенно за счет повышения уровня витаминов группы В человек соображать начинает лучше студенты лучше учатся школьники тоже лучше учатся понимаете вот это очень очень важно ну много еще чего они делают вы об этом прочитаете есть три пробиотика которые употребляются внутрь и есть один пробиотик который у нас вообще для растений кстати первый в мире пробиотик для растений вот из тех же бактерий фактор 5 называется но мы его можем использовать активно для наружного применения у человека очень активно он работает например половые органы можно использовать при псориазе можно использовать так сказать нос глаза в уши там для лечения различных инфекций и так далее кстати любую инфекцию я подчеркну наши пробиотики убирают вот это вот такое направление которое абсолютно революционное мы единственная компания в мире которая обладаем действительно всеми необходимыми атрибутами разрешительными документами у нас номерные штаммы штаммы все депонированные в государственном депо признаны международными стандартами и так далее и так далее больше нет ни одной компании в мире которая законно может продавать спорообразующие пробиотики поэтому мы ни с кем не конкурируем мы уникальны вот и за нами стоит огромный так сказать научный центр в этом отношении значит эта линейка будет развиваться очень перспективное направление мы сейчас готовим уже как бы улучшение наших продуктов вот вообще эта работа колоссальная и продукты фактор 5 являются продолжением огромной работы продолжением линии продуктов фитом которые были 20 лет назад созданы в кольцово ну вот поэтому сразу чтобы вы мне не задавали дурацких вопросов извините всяких вот я вам говорю что это продолжение это апгрейд это новая технология с использованием новых принципов производства новых научных знаний это продолжение так скажем премиум серия вот и связана именно с уникальными новыми внедрениями научными линии литон поэтому вот чтобы вы понимали что это такое вот дальше что мы еще уже в проекте имеем мы имеем уникальные антиоксиданты которые мы специально разработали потому что сегодня проблема с антиоксидантами и защитой от свободных радикалов она как бы очень сильно усложнилась дело в том что большинство известных обычных антиоксидантов они вот на схемке видите они отдают электроны блокируют свободные радикалы но отдав электроны все вот эти антиоксиданты которые продаются в аптеках в сетевых компаниях они тут же превращают свободные радикалы начинают вредить в организме неоднозначная в науке сегодня понимание понимаете понимаете даже есть статьи о том что применение антиоксидантов приводит к онкологии как вам это нравится вот поэтому мы разработали антиоксиданты линии иллюм на других принципах это антиоксиданты безопасные и самое главное мы сделали колоссальную работу наши нанотехнологи которые разработали уникальную формулу антиоксидантную с использованием натуральных продуктов я подчеркиваю натуральных продуктов это прежде всего масло зародышей пшеницы и там витамин Е который является это масло мировым рекордсменом например футу самому активному природному антиоксиданту туда наши нанотехнологи добавили уникальную разработку наших российских ученых это селеносодержащий антиоксидант селексен который обладает свойством самовосстановления или так скажем свойством долгоживучести то есть он длительно отдает электроны и не превращается в свободный радикал вот на схеме это видно и пока этот наш продукт он переваривается перерабатывается в нашем организме он не дает эффект вот этой так сказать неблагоприятной цепной реакции которую дают все обычные антиоксиданты там скажем какие-нибудь косточки красного винограда экстракт косточек красного винограда или даже отдельные какие-то витамины могут такой эффект у нас очень хорошо сбалансированный антиоксидант который пока он в организме он кроме пользы ничего нам не приносит что еще дают продукты продукты линия элиум они дают нам клеточное питание потому что вы там прочитаете в этом продукте содержится уникальный комплекс биологически активных веществ вот этот продукт он заменяет две-три сетевые компании полностью понимаете к нам сейчас люди приходят говорят а что я в другой компании покупаю 15 наименований когда у вас в одном продукте все это есть причем все это посчитано так сказать физиологических дозах суточные дозы и так далее у вас это все стоит тысячу рублей а в другой компании я бы потратил тридцать тысяч рублей вот нафига мне это надо да нафига по гармонии вот поэтому вот это вот очень очень интересная разработка эту линию мы будем развивать два продукта сегодня есть вот то что вы видите элиум который кстати содержит все омега кислоты в самом лучшем соотношении больше ни одно масло в мире ни в какое сравнение не идет никакой рыбий жир никакое масло ни из какой печени никаких рыб только масло из зародышей пшеницы сделанное по уникальной технологии холодного прессования в городе Новосибирске технология и оборудование в единственном экземпляре находится кстати говоря вот вот оно такое полезное кроме того там все натуральные витамины все минералы там все гормоны кстати этим продуктом можно еще и у мужчин например импотенцию лечить там находятся биофлавоноиды там находятся противораковые факторы коэнзин Q10 зашкаливает там то есть ферментные системы там находится лецитин для нашей печени то есть элиум еще и печень восстанавливает и так далее и тому подобное это вы все прочитаете на сайте вот и второй продукт этой линии он сделан с дегидроперцитином потому что ну вы знаете сосудистые проблемы вообще вы знаете что заболевания смертность вот сердечных заболеваний она на первом месте да поэтому вот для сосудов для повышения эластичности чтобы они у нас долго служили нам чтобы не было у нас там каких-нибудь действительно тех же самых тромбозов инфарктов вот инсультов надо чтобы сосуды были в хорошем состоянии для этого природа придумала биофлавоноиды мы не можем у нас они не образуются это только в растениях вот это ферменты красители вернее не ферменты а такие так скажем красители растительные красители фенольной группы вот мы их с вами видим на любом в любом магазине вот окраска фруктов и овощей это биофлавоноиды все что вы видите желтые там красные цвета они бывают и бесцветные впрочем вот особенно желтые красные это все синие это все биофлавоноиды коричневые там вот чай мы пьем с вами вот там тоже биофлавоноиды так вот они необходимы и мы сделали продукт который сохраняет все свойства элиума то есть это антиоксидантный такой комплекс и мы туда упаковали разработали уникальную технологию впервые в мире кстати мы ее назвали ICI технологии вот вы видите вот это капсула кругленькая в оболочку мы упаковали очень интересный препарат дегидрокверцетина флавоцен это тоже делают в огненске это продукт я думаю что лучший в мире потому что технология его изготовления никем вообще не превзойдена до сих пор вот и сам продукт очень классный просто он действительно и делается еще интересно без всяких там нефтепродуктов без использования различных токсических канцерогенных веществ вот поэтому я думаю что вот флавоцен это лучший в мире препарат дегидрокверцетина то есть это вот такой один из биофлавоноидов вот который достаточно хорошо действует на наши теперь смотрите мы его упаковали в оболочку специально под специальной технологии и когда капсула вот эта кругленькая растворяется образуется капли масла я вам тут нарисовал рисунок масло всасывается в наш кишечник всегда каплями и вот к этим каплям прикрепляются вот эти молекулы дегидрокверцетина черненькие и вот тогда они проникают у нас в капилляры и всасываются вот поэтому когда вы пьете элиум флава аккуратней он очень сильно сильно действующий продукт когда вы пьете другие продукты с дегидрокверцетином как правило вы ничего не почувствуете просто потому что дегидрокверцетин водонерастворимый и вы знаете но когда мы его просто так вот поедаем в виде сухого порошка ну сложно очень там какие-то небольшие доли процента только усваиваются вот а вот в таком виде приклеенным капелькам масла он усваивается ну можно сказать гораздо больше может быть на порядок больше поэтому вот это тоже наше достижение вот поэтому употребляйте элиум флава если у вас проблемы с сосудами вот причем мы советуем его чередовать с обычным элиумом потому что действительно продукт такой сильнодействующий яркое действие хорошее бывает кстати обострение некоторое на прием поэтому ну вы понимаете что такое обострение вот и что мы еще сделали это направление кстати будет развиваться мы конечно сделали очень интересные вещи которые связаны с аминокислотами это линия продуктов галил но тут особенно рисовать мне нечего поэтому я просто нарисовал вам схему продукта схему действия продуктов линии галео что такое галео почему такое название это в общем то придумано мной по имени собственно того насекомого из которого мы это делаем вот есть такая бабочка галерия меланелла представьте какое красивое имя и фамилия галерия меланелла елки-палки классная вот и у нас вот мы сократили получился галео мы запатентовали это название вот запатентовали технологии кучу целую потому что мы ее эту бабочку и личинку выращиваем потом мы делаем экстракты и вот эти экстракты мы упаковываем вместе с экстрактами растений которые мы тоже сами делаем вот продукты линии галерия их 4 на сегодняшний день эта линейка немножко расширится вот но смысл в том что прежде всего насекомые вот эта личинка насекомых дает нам уникальные аминокислоты и пептиды вот причем никакого сравнения с животными пептидами это не имеет и аминокислоты потому что насекомые в силу их биологии они имеют в основном в личинках свободные аминокислоты то есть понимаете вот допустим кусок мяса это связанные аминокислоты это аминокислоты связанные белковые цепочки белковые молекулы а свободные аминокислоты они не связаны и они усваиваются нашим организмом тут же а связанные аминокислоты их надо переваривать поэтому когда мы мясо с вами едим у нас усваивается там 23 5 процентов аминокислот максимум если у нас кишечник не загажен если у нас загажен кишечник у нас может быть один процент усваивается а вот когда мы пьем значит галео у нас вот эти свободные аминокислоты усваиваются примерно на 85 процентов представляете какая разница поскольку это раз и вы видите эффект потрясающий у вас там снизился иммунитет вы простыли у вас там сопли потекли вы пьете галео и через несколько часов вы практически здоровый человек знаете вот это вот такой яркий пример их действия на самом деле там есть конечно не только аминокислоты пептиды очень интересные то есть это комплексы короткие комплексы аминокислот которые обладают регулирующим действием частности кардио пептиды уникальные антибактериальные антипаразитарные пептиды то есть вы пьете галео и у вас не развиваются в организме паразиты вот у вас лучше работает сердце вас лучше работает там у женщин значит специальные пептиды содержатся улучшающие работу матки там допустим эндометрия матки и так далее а вот сперматогенез улучшается мужчин например четыре раза понимаете вот это очень важные вещи вам говорю вот поэтому питание будущего это питание с помощью насекомых и вот проект генерис мы первый проект в мире который на основе высоких биотехнологий мы начинаем пропагандировать оздоровительные продукты из насекомых не только из пчел то что обычно то что мы знаем хорошо с вами пчелопродукты это конечно здорово но есть еще более интересные вещи поэтому мы с вот это это осваиваем сегодня и к слову сказать у нас несколько институтов в новосибирском академгородке в главном нашем академгородке занимаются насекомыми и у нас очень интересная в барнауле тоже ученые и уникальная компания корпорация пчела и человек вот которая собственно производит вот эти продукты кстати возглавляет ее главный пчеловод сибири мы и пчел не забываем и кстати говоря из пчел мы тоже кое-что собираемся сделать вот короче говоря галео содержит аминокислоты все известные науки массу всяких пептидов ферментов очень хорошо скажем а а сейчас любую инфекции вплоть до туберкулеза например содержит ассунатольных витаминов, миоралов, гормонов тюрьков, совершенно потрясающие снимают у человека например депрессию то есть вы пьете галео у вас всегда хорошее настроение вот то есть поднимите руки кому надо поднять настроение вот вы знаете замечательное настроение у насекомых кстати не бывает настроение по ряду причин прежде всего они всегда заняты вот они работают в отличие от многих людей которые поддаются всяким депрессиям а во вторых у них высокий уровень серотонина гормона счастья вот когда вы пьете галео вы будете как я работать с 8 утра до 3 часов ночи зарабатывать много денег и будете просто балдеть по жизни то есть будете кайфовать будете замечательно себя чувствовать у вас все будет в жизни хорошо вот и улыбка на лице это тоже очень важно позитивное мышление это важнейший фактор продления жизни вот ну и конечно галео восстанавливает вот тут нарисовано на схеме увеличивается биосинтез белков ферментов витаминов гормонов идет активное деление клеток потому что стволовых кстати клеток потому что галео содержит огромное количество нуклеотидов которое необходимо для биосинтеза за днк вот и образование новых клеток то есть галео омолаживает нас мы мы с вами выглядим лучше мы способны затормозить вот эти вот проблемы со старением нафиг они нам сдались нормально мы же нормальные люди зачем нам стареть давайте до дольше как можно дольше будем бодрыми активными и так далее а вот и улучшается все в организме и продлевается наше значит линия галео тоже будет развиваться у нас очень интенсивно вот значит будущее ближайшее будущем мы в этом году мы с вами нас ждет официальное открытие проекта сейчас мы работаем пока в стадии предоткрытия у нас разработан самый выгодный маркетинг план в мире за всю историю сетевого бизнеса с применением новых математических принципов фрактального маркетинга нам удалось создать беспрецедентную систему по построению сети то есть самовыстраивающий маркетинг план который по сути сама программа за вас выстраивает вашу структуру самым эффективным способом ни один живой человек так не может выстроить то есть мы имеем самые лучшие перспективные продукты мы ни на кого не похожи ни на что не похожи у нас самый высокооплачиваемый до 70 процентов от товарооборота маркетинг план вот поэтому и мы только начинаем у нас нет еще команды лидеров у нас нет еще большого количества представительств то есть мы только только начинаем вот сейчас мы приступаем так скажем к отделке нашего офиса мы новосибирске и где-то наверное ну за весну мы это все закончим и конце весны к началу лета мы уже с вами запустим проект по полной программе а вот поэтому перспективы очень большие у нас много чего так сказать готовится и в этом году у нас появятся и новые продукты и новые интересные направления идеи сейчас это все разрабатывается просто как я всегда говорю с нами вы не скучать не будете вот поэтому сейчас давайте быстренько ответим на вопросы и на этом закончим нашу так сказать пятницу потому что действительно кстати говоря за эту неделю в компании был просто рекордный товарооборот я вам цифру не назову но просто вы мне поверьте вот так и так сейчас я пролистываю чтобы посмотреть ваши вопросы 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 разные очень быстро на них постараюсь ответить а так пробиотики в чем отличие от пробиотиков дело в том что что такое пробиотики это вещества которые просто являются пищей для бактерий ну в принципе как вам сказать просто так пробиотики употреблять наши микробиологи наши светилы науки не советуют потому что на них одновременно растут и полезные и не полезные бактерии а вот если вы пробиотик употребляете вместе с полезными бактериями то тем самым вы как бы конечно прежде всего и им помогаете значит в нашем продукте фактор 5 кроме спор бактерий находится пробиотик это кукурузный экстракт то есть это фито компонент мы его обычно называем фито компонент который является такой первичной едой для бактерий кстати говоря переваривая этот экстракт наш организм получает бактерии вырабатывают фактически еще выделяют из этого экстракта 12 растительных витаминов массу биофлавоноидов все микроэлементы и массу других полезных веществ поэтому когда вы пьете фактор 5 вам не нужно больше ничего другого в принципе вот по большому счету в организме почти есть почти все вот ну иногда мы советуем элиум добавить потому что конечно омега кислот там в общем ну очень мало так скажем а вот все что не касается полиненасыщенных жирных кислот там продукт самодостаточный вот ну вот чем отличаются при биотике кое-что мы готовим кое-что мы готовим еще чтобы лучше наши бактерии размножались мы готовим кое-что но я сейчас вам не расскажу потому что это обалденная вещь это надо подождать немножко вот так чего еще тут у нас откуда в новосибирске экологическое сырье вы знаете ну во первых прежде всего у нас есть рядом с новосибирском примерно 150 200 километров замечательная зона где очень хорошая экология это так скажем предгорье алтай это салаирский креш кроме того мы используем действительно сырье из предгорье алтая где все изучено и кстати изучал человека который участвует нашем проекте человек профессор иванов который в советском союзе если вы слышали такое название пдк предельно допустимой концентрации вредных веществ так вот это мой друг ближайший который собственно и создал это вообще понятие и вот он участвует нашем проекте и мы точно знаем где экология хорошая а где кого я не очень хорошие мы берем сырье только там где считаем правильным вот поэтому вообще я вам скажу по секрету алтайский край особенно алтайский край примерно обеспечивает 90 процентов мировых потребностей в экологически чистом растительном сырье вот и все вот поэтому ну хотите верьте хотите нет так так ну вот бациллус у птили спрашивают бациллус амилэнфифациенс чем они отличаются они да это близкие родственники ну а мы не скрываем этого это все бактерии одного рода они разных видов но они близкие родственники но тем не менее между ними есть разные различия генетические различия прежде всего по генетике и по их биологии некоторые особенности вот поэтому не парьтесь на эту тему наши ученые знают что они делают так это насчет токсинов к я говорил полная глупость токсины наоборот выходят даже знаете если вы водочки выпьете и одновременно примите наши бактерии у вас даже алкогольной интоксикации не будет поэтому всякие глупости про какие-то токсины это все глупость так полипы всевозможные откуда берутся полипы полипы по всему организму вызываются вирусами как правило а вирусы создают эти полипы в результате снижения иммунитета вот наши все наши продукты они иммунитет повышают поэтому прежде всего работайте с иммунитетом поэтому полипы не будут образовываться либо не будут развиваться если вы повышаете и свой иммунный статус на вот так еще при язве желудка значит по язве давайте щитовидная железа это прежде всего продукты да можно кстати бактерии пропить при любой патологии щитовидной железы они благотворно действуют при разных и гипо и гипертиреозе при гипотиреозе это все продукты линии галео все продукты вот при гипер но тут у нас опыта маловато пока поэтому это сейчас я вам не буду отвечать вот при гипо я вам ответил язва желудка сначала лечитесь у врачей потому что если это острая язва ее надо лечить с помощью антибиотика и какого-то из препаратов если повышенная кислотность который снижает кислотность это обычно короткий такой курс после этого лечения у гастроэнтеролога вы начинаете пить фактор 5 вот количество всяких там хеликобактеров у вас резко снизится и вообще пейте пробиотики наши язва скорее всего у вас не обострится или по крайней мере ну на долгие годы вы от этого уйдете вот они действительно очень хороши при любых воспалительных язвенных эрозивных процессах вообще в любом отделе кишечника вот вирус герпеса реже будете болеть начинайте с пробиотиков одна из задач наших пробиотиков это борьба с вирусами с любыми вирусами с вирусами гепатита энцефалита в том числе и вирус герпеса вот тиреотоксикоз пробиотики пробиотики сначала пропите а там посмотрите вот прежде всего вот вот так то есть тиреотоксикоз я вам сказал что при и гипо и гиперфункции это пробиотики так при подагре при подагре это прежде всего бальзам галео у него есть прочитайте внимательно нифига же не читаете на сайте там написано про это при диабете первого типа можно употреблять всю нашу продукцию прежде всего пробиотики галео бальзамы они конечно на сахарном сиропе почему на сахарном потому что все заменители сахара в том числе применяемые при диабете являются извините канцерогенами поэтому мы следуя своему принципу натурального генетически полезного питания никогда не будем применять никаких веществ даже с малейшим подозрением на канцерогенность вот но если у вас диабет и вы хотели бы вам необходимо применять наши продукты значит учтите то что количество сахара которая есть в суточной дозе допустим там 8 граммов сахара вы можете очень грамотно это учесть соответственно в своем пищевом дневнике рассчитать если вы используете инсулин значит учесть это при употреблении инсулина если вы не используете инсулин тоже самое можно это учесть при использовании сахара снижающих препаратов вот тем более что бальзам можно разбавлять и пить маленькими количествами все наши другие продукты они содержат ничтожные доли там есть у нас небольшие миг буквально миллиграммы скажем используется глюкоза где-то сахароза где-то немножко крахмала это абсолютно не влияет на углеводный обмен при сахарном диабете поэтому вот таким образом целиакия гастрит хеликобактер бактерии 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 и галлео потом можно попить после операции любых операций неважно на глазах где угодно и надо восстанавливать поврежденные органы это продукты линии галлео и подключайте плюс элиум вот болезнь бехтерева ребят спрашивают постоянно не было у нас ни одного случая мы не знаем как поработают при болезни бехтерева вот есть некоторые случаи когда при скажем рассеянном склерозе наши бактерии и дают определенный эффект а вот это я могу за это отвечать сказать что есть но тоже рассеянный склероз по-разному болезнь бехтерева но не было ни одного пациента поэтому мне вам сказать нечего выдумывать я никогда не выдумываю вот взять и попробовать при болезни бехтерева понимаете но что делать я думаю что ничего страшного не должно произойти возьмите попробуйте бактерии так принимали или он фактор ну и хорошо и принимайте после после элиума не нужно никакой перерыв делать сразу может про всякие аминокислоты я уже говорил так сертификаты на сайте хотя сертификаты это вообще это полная глупость например вы знаете в соединенных штатах америки никаких сертификатов нет это вообще это анахронизм вот сертификаты у нас все продукты исследуются в лаборатории каждой серии это наше внутреннее сегодня вообще во всем мире все переходит как бы производитель сам отвечает за свои продукты то есть он сам контролирует а эти все сертификаты это все ерунда как влияет на раковую клетку бактерии обладают свойством блокировать циркулирующие раковые клетки доказанный факт вместе с китайскими учеными наши ученые в новосибирске доказали выделяются из бактерии они прилипают к раковым клеткам выделяют липопротеидный фактор который покрывает пленкой раковую клетку эффект надетого на голову полиэтиленового пакета вот девушка из нсп пожалуйста себе мешок на голову наденьте посмотрите как работает вот так работают наши бактерии на раковые клетки это средство ранней антираковой профилактики но это циркулирующих раковых клеток касается если есть опухоль там уже по-другому к сожалению хотелось бы нам лечить онкологию но мы все-таки говорим что ребята идите к онкологу а вот между курсами химиотерапии наши пробиотики очень хорошо способствует восстановлению человека и продлению его жизни грибки всякие на на везде 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 на руках на ногтях значит надо лечить конечно же специалистов надо лечить теми препаратами которые используются наружно и внутренние это все наши бактерии все наши продукты особенно бактерии потому что у человека с хорошим иммунитетом никогда грибкового поражения не развивается значит это не только аллочка нарушение обмена веществ это прежде всего сниженный иммунитет вот поэтому работайте с иммунитетом и лечитесь лечите современными средствами антигрибковыми для наружного применения так фибромиомы герпетическая про герпес я уже говорил фибромиома здесь тоже очень важен ему иммунная система она снижена поэтому развиваются фибромиомы вот повышение иммунной системы очень часто способствует уменьшению фибромиом вот это я просто этому свидетель неоднократно это наблюдал вот между элиумом женским бальзамом перерыв можете не делать это продукты из разных линеек гиперпаратериоз ох как круто неома бактерии попробуйте посмотрим вот вебинар в записи опять я забыл его записать так при аутоиммунных заболеваниях значит очень аккуратно при аутоиммунных потому что там как правило гиперактивированный иммунитет наши продукты либо не используются либо под контролем в небольших дозах бактерий можно попробовать только под контролем врача мы об этом написали на сайте да вот так что там мало пишет глупости какие то ну ладно вот тягу к спиртному тут тут это не к нам я говорил интоксикацию после спиртного наши продукты уменьшат низкий гемоглобин это любые продукты галео вот любые продукты галео вот значит фруктоза не является канцерогеном просто понимаете фруктоза не держит биологические структуры поэтому мы ее не используем в своих продуктах никаким канцерогеном она не является вот ну есть такие работы когда слишком увлекаются фруктозой там идут некоторые такие неприятные изменения в кишечнике я сейчас точно не помню но что-то я такое читал что не надо слишком увлекаться фруктозой но мы к ней нормально относимся просто она это наша научная работа понимаете мы мы пытались с фруктозой работать мы ее в наших продуктах не видим потому что она не не помогает нам сохранить биологическую полноценность наших продуктов ишемическая болезнь сердца атеросклероз начинайте смело с бактерий и по полной программе и может быть через там квартал повторяйте курсы а после в перерывах между бактериями это галео либо в капсулах либо бальзам плюс элиум или элиум флава я уже как бы говорил об этом нейрогенный мочевой пузырь мужской бальзам вот ну вот Люда из Перми тут тоже говорит о пребиотиках да понимаете вот пребиотики я вам уже отвечал на этот вопрос что могут развиваться и такие полезные и такие бактерии одинаково абсолютно поэтому просто так пребиотики различные лактулозу какую-нибудь использовать тоже бессмысленно ну вот мы так считаем второго типа диабет ну тоже все наши продукты вы знаете как можно поправиться у нас в основном люди хотят похудеть но поправиться это линия галео или немножко в повышенных дозировках вот пожалуйста грыжа позвоночника к хирургам ортопедам к мануалистам то есть квалифицированное отделение реабилитации какого-нибудь мощного центра травматологии ордопедии там вам помогут диагностику проведут назначат вам различные грамотные технологии из наших продуктов это улучшение питания хрящевой ткани это прежде всего это все наши продукты надо пропить особенно галео особенно галео да причем можно попробовать все продукты галео они сильно отличаются друг от друга и эллиум и вы улучшите питание костно-хрящевой ткани низкий гемоглобин галео прежде всего очень повышает мы заметили в отзывах написано как связаться с теми родителями вы знаете мы по просьбе людей не пишем их телефоны и потому что как раз большинство людей они не хотят давать свои телефоны или какие-то там координаты но это те случаи которые в отзывах это реальные случаи но мы соблюдаем этику понимаете вот и ну вот так это наш принцип попробуйте сами если вам назначают антибиотик вы сейчас тогда отменяйте пробиотик пьете антибиотик когда вы его закончите пейте пробиотики вот вот таким образом так ну вот какие-то другие вопросы знаете тут есть еще вопросы скажем более специфические различные там связанные там водянка яичка там и так далее вы знаете но прежде всего эти вопросы надо решать со специалистами поймите у нас продукты оздоровительного питания вот улучшить у данного там мальчика сито или не мальчика я не знаю мужчины ситуацию с его так сказать вообще обмена веществ с иммунологическим фоном мы улучшим но это не значит что надо вот только уповать на такой способ конечно надо комплексно подходить при ДЦП попробуйте продукты линии Галео у нас есть результаты очень интересные хорошие есть у нас мальчик один в Усть-Каменогорске двадцать по-моему уже четыре года у него он 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 он